друзья всем привет а буквально пару дней назад мы вместе с вами потрошили орхидею снимали ей несколько листьев желчей желтеющих от основания тех кто не в теме в виду в курс делом несколько дней назад у меня был общий полив всей коллекции орхидеи и как правило в день полива а у меня сейчас проходит на это уходит 2-3 дня так много для того чтобы при поливе каждую орхидею осмотреть и составить план если есть какие-то у нее подозрительные моменты план лечения либо еще какие-то процедуры и вот осматривая все орхидеи я нашел пару орхидей как раз таки отвечающих точнее ну да отвечающих на вопрос который задала одна из зрительниц а если вдруг орхидея начала гнить и на ней присутствуют насекомые вредители с чего первого начинать обрабатывать и вот пару дней назад я ответил на этот вопрос на примере вот этой вот орхидеи которую мы зачищали от гнили что в первую очередь нужно орхидею спасать именно от гниения а уже во вторую очередь обрабатывать от насекомых вредители потому что огни гниль она не щадит у нее нет выходных перерывов и так далее там подобное буквально за пару часов может уничтожить орхидеи и вот мы обнаружив сняв листья у этой орхидеи обнаружили у нее гниющие гниющие основания листиков в местах крепления этих листиков к основанию кочерыжки дак шейки их оставили эту орхидею распотрошили оставили ее на пару дней места которые мы срезали механическим способом мы друзья обработали фитоловином вот этим вот средством но как уже у нас было в прошлом году когда я хотел похвалить действие фитоловином хотя мы не раз на канале применяли фитоловин на орхидеях и есть даже плейлист отдельно у нас фитоловин для орхидеи все положительные и стопроцентно положительным результатом орхидеи у нас использовали фитоловин все было нормально и вот в прошлом году у нас был такой момент когда мы обработали гниющую орхидею с основанием тоже это было орхидея парфюмерная фабрика мы обработали фитоловином на пару дней оставили с открытыми корнями и буквально на следующий там через два дня обнаружили что гниение продолжается и продолжает продолжается желтизна листьев и усыхание оснований и вот друзья значит на два на пару дней прошло мы оставили эту орхидею вот в этом вот вот в этом вот кашпор ну и как вы уже видите что не зря не зря мы ее оставили вы видите у нее продолжается желтение и я хочу а значит вас обратить ваше внимание друзья на прошлое видео я ссылку значит в верхнем правом углу оставлю где мы потрошили эту орхидею вот в прошлом видео когда мы потрошили когда мы все зачистили все убрали обработали фитоловином и я обратил ваше внимание на на такое серое пятно которое было на основании буквально и я вас акцентировал на нем внимание показал и вот теперь друзья спустя пару дней это пятно усохла от того места где вот она я вам показывал до низу появилась вот такая вот сухая сухой воротник смотрите усохла то есть вот это вот было все живое живая материя и вот она усохла ну давайте так сейчас камеру переключу с моей стороны и мы вместе с вами продолжим процедуры над вот это над спасением вот этой вот орхидеи которая называется орхидея из группы лига то орхидея печи персики до такого нежно-персикового такого кремового она цветения обалденной орхидеи ну давайте переключу и продолжим процедуры так ну вот друзья наша орхидея и вот собственно говоря вот про это место я вам и показывал вот она друзья видите вот она идет гниение это причем сухое сухая гниль друзья вот она сухая серая гниль есть достаточно много специфических средств как с этой гнилью бороться но знаете этих средствах ну не у всех продаются поэтому сегодня мы будем применять 2 так скажем второй вариант как и в прошлом году когда спасали орхидею парфюмерную фабрику мы будем все это дело сейчас счищать видите вот она вот такая вот вот такая вот вещь видите усыхает и идет поражение тканей поэтому сейчас вот этот вот листик мы безусловно снимем чтобы нам добраться вот до основания тем более что и здесь вот у нас такие подозрительные пятна в общем друзья давайте сейчас мы этот лист снимем каким бы он хорошим нам на первый взгляд не казался потому что все самое печальное она находится у основания листья листьев вместе где они крепятся и так вот мы разделили смотрите пополам с этой стороны у нас здесь все чисто все хорошо да но удаляем вот это все дело раз удалили здесь у нас осталось чешуйка мы ее потом отдельно снимем и теперь давайте посмотрим внимательно вот сюда вот посмотрите лист мешает но я думаю что вам видно видите поражение и идет гниение вот она вот она теперь нам это все надо снять всю эту серость видите смотрите но всю эту серость нам нужно зачистить вот она желательно желательно конечно до живых тканей вот вот примерно такую же процедуру мы проделывали и в прошлый раз вот это вот все мы видите поражено там вот она мягкая это все мы срезаем срезаем без сожалению листик мешает до живой ткани туда вот до живой ткани видите там темные темная уже до сердцевины добралось я так знаете боюсь что процесс этот не то что не остановить но возможно сложно будет устал остановить его этот процесс так вот эти корни тоже сниму они с одной стороны зачистим мы примерно то же самое как мы с вами очистили орхидею бабочку недавно помните зачищали и срезали всю боковину ей так вот и здесь мы сейчас будем скальпелем этим срезать главное не порезаться так вот видите смотрите срезали эту кочерыжку такая сегодня у нас операция хирургическая вот она серость видите вот она на печально печально вот нам ее туда надо прям в дырочку туда залезть вот так вот и туда сейчас мы с вами да боюсь что уже она туда вглубь видите проникла печально но давайте так мы сейчас вот туда я все равно ее дырочку сделаю мы с вами кстати очень много вы видели в орхидею с дырками с дырками в основании нас вырванными корнями с вырваны с вырванными цветоносами и в общем-то орхидеи после таких механических сильных повреждений нормально себя чувствовали выживали здесь вот еще мы чуть-чуть подрежем вот она тоже видите гниет вот этот вот цветонос тоже он нехороший здесь вот он вот по моему от него все и пошло здесь вот видите вот тут сейчас мы здесь все зачистим прям кончиком острым кончиком можно острым кончиком ножа или ножницы или еще чем-нибудь как можно сильнее все это сошкаблить так что у нас тут еще до честно говоря жалко эту орхидею но как говорится куда деваться так ну что давайте теперь мы ее так корни мы ничего сейчас обрезать не будем вообще причем потому что тут по большому счету не в корнях дело да то что мы срежем корни наоборот хуже будет то что как бы сейчас этими корнями орхидея хоть как-то пытается питаться да одну влагу получать тем более что листья мы срезали вот ну что давайте мы ее обработаем 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 друзья все тем же максимом да я сейчас поближе вам так вот сделаю вот где мы с вами зачищали сейчас дырочку вот эту вот прям сердцевина вот она беру максим максим такой четырех миллиметровый я думаю что мы сейчас все четыре миллиметра сюда и израсходы кстати мы на днях с вами а еще и оба защищали вам рассказывал за результат зачистки вот в одном ближайшем видео мы с вами посмотрим на нее на результат и польем ее ну я полил уже на самом деле я ее полил записал видео мы просто еще пока не выложил потому что у нас сейчас выходит видео вот про вот эти вот неотложные дела так кончик и сейчас еще чуть-чуть вот так подрежу так раз раз здесь вот чик все и будем сейчас мы как говорится нашпиговывать отгнили нашпиговывать орхидею отгнили нашим максимум прямо вот сюда вот друзья а по и знаете еще чего возьму сейчас кисточку и прям кисточкой буду туда прям в эту вот прям вот прям прям вот туда прям в эту дырочку все это дело теперь он где мы зачищали кончиком острия кончиком острия зачищали вместо крепления цветоноса тоже сюда вот все это дело прям заливаем максим кай основание тоже все сейчас сперва максимом и там где очаги у нас где зачистили мы а потом мы максимом посмотрим для профилактики другие места замажем вот это все мы и естественно вот эту часть тоже обязательно всю шею замазываем вот так вот все с одной стороны теперь отправляемся на другую сторону сюда сегодня у нас прям крупным планом все теперь отсюда все это хорошие сегодня видео ракурс такой надеюсь поставите лайки вот а те кто не подписан на канал а по статистике наш канал смотрят почти 60 процентов людей которые не подписаны на канал подписывайтесь подписывайтесь друзья мне будет очень приятно для вас то это ничего не стоит а мы как говорится станем на полшага ближе к миллиону нас уже несколько сотен тысяч на канале осталось еще чуть-чуть два раза по столько же и будет миллион подписчиков друзья ставьте лайки все значит вот так вот мы с вами ну наверное я погорячился 4 миллилитра это конечно много два сюда наверно ушло уйдет пожирнее еще вот так вот замажем повыше повыше и мы оставим ее сохнуть оставим сохнуть все вот это вот сюда тоже основание наверное давайте мы всю кочерыжку замажем от греха подальше прям всю я сейчас разукрашу эту кочерыжку вы увидите какая она кстати длинная это кочерыжка видите да мы всю сейчас обработаем аккуратно так не спеша понятно что хочу еще рассказать что нету еще раз повторюсь пускай в тысячный раз что нету такого универсального средства которое бы спасала бы от всех гнили потому что гнили вызываются разными грибками разными бактериями поэтому если не помогает какое-то одно средство по возможности применяем второе 2 не помогает 3 то есть до последнего мы чередуем этих препараты если других препаратов нет то вторично пытаемся на крайне корицу используем настоящую живую корицу если есть я думаю что она доступна в интернете можно купить я покупаю в магазине ну вот у меня есть максим более такой скажем действенный ну хотя хотела было 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 мысль у меня можно взять вам для примера показать рискнуть да и корицы все это дело тут запичкать ее и посмотреть какой будет результат если вот максим не поможет то возьмем знаете бабушкин метод бабушкин способ максимум все это дело от максимума корицей замажем в общем вот так вот я красивую все здесь замазал значит теперь друзья второй момент значит теперь я хочу сделать знаете еще и профилактику внутрь до более системным средством более системным средством это тапаз значит тапаз взять здесь у меня еще осталось он что вам полок что вот в таких вот по 10 миллилитров емкостях продается он одинаковый значит что я возьму я возьму сейчас она орхидея хочет пить безусловно да я хочу вот эти живые корни живые корни друзья замочить намочить немножко дать возможность попить орхидеи но при этом приятное с полезным а совместить добавить в воду тапаз чтобы тапаз проник внутрь в ткани хоть он и не такого не системного на самом деле действием полусистема он проникает сканин но не глубоко то есть он не во все растения заходит но но какая-то часть все равно попадет в топаз ой в этот в само растение и окажет какую-то ну тоже профилактическое лечебное может быть действие то есть сейчас мы увидев вот эту вот штуку применяем все возможные средства так как фитоловин не помог причиной я не могу сказать почему в этот раз он не помог но нам главное потерять орхидеи так беру топаз на глаз миллилитр я на глаз а зачем на глаз у меня вот этот вот он по моему 4 миллилитра до 4 миллилитра вот я половинку сейчас на пол литра налью получается 2 миллилитра 2 миллилитра каких 4 нет не 4 друзья давайте сейчас возьму лучше этот шприц есть мерный стаканчик вот у меня есть мерный стаканчик вот я возьму сейчас два с половиной миллилитра вот она рисочка внизу вот она на пол литра воды можно конечно и не разбавлены топаз применять но так как мы замачиваем в корешки в воде сгодится и сразу раз он смотрите как у него такой знаете запах специфический все вот чем мне нравится в этих вот таких вот емкостях он на мой взгляд вообще его не падать вообще топаз по моему уже перестали подделывать так ну все вот сюда и минут на десять я сейчас заливку корешки орхидеи можно и листики кстати взять ватный диск и листики орхидеи протереть ватным диском с пропитанным топазом так ну вот так вот на корешки я поливаю в общем корешки я немножко подержу пролью их корешки немножко подержу минут десять немножко вот у меня этот смотрите растворился капля максима ну ничего страшного все вот так у меня сейчас орхидея полежит корнями корнями в растворе стопазом воды и все я ее достану и обратно помещу ее в кашпо в котором она стояла и будем дальше наблюдать друзья за ней вот такая вот у нас борьба борьба за наши друзья за наши персики борьба за персики борьба за персики все друзья а вот такой вот у нас сегодня видео всем добра здоровья и не болеть вашим орхидеям как собственно и вам тоже друзья все всем пока